А пятилетие? Вы когда-нибудь измеряли что-нибудь пятилеткое в жизни? У меня семилетние цифры. Семилетие? Нет, я не знаю. Есть такая игра, когда берешь, ну, например, проще свою экселевскую таблицу, пишешь слева все года со своего дня, со своего рождения, хочу советую, чтобы попробовать всем. И после этого ставишь одно главное слово на каждый год. Ну, в семь лет ты пошел в школу, пишешь школу. Потом ты вспоминаешь, что там, 29 лет, предположим, ты женился или развелся. Ну, то есть, не обязательно технологический порядок. И вдруг оказывается, что у тебя циклы, ну, скажем, умнение, глупение, толстение, худение. Все имеют какой-то свой ритм. Ты вычисляешь, но для этого нужно, в общем-то, я считаю, не меньше семи циклов прожить, потому что, чтобы какой-то выводить. Но я для себя вывел достаточно серьезный семилетний цикл. А какой из них был самый ответственный за вот эти сорок джингов? Я знаю. Мне как-то был, да, после этого мне довольно сложно переходить в следующий цикл, потому что понимаешь, что 10 циклов – это примерно то, что человеку на такую веселую, разумную жизнь отпущено. То есть еще можно быть вполне здравым, умным и понимающим человеком. Дальше уже, ну, не знаю, как пойдет. И я думаю, сейчас с 49 по 55 я вот этот цикл, которого побаивался прожил весело, с хорошими постижениями, с хорошими там успехами, как называется, и в труде, и в личной жизни. И совершенно дает мне возможность без страха через год переходить в следующий семилетний цикл, чего и всем желаю, кстати. А вы довольны? Потому что это не кризис на возраст, а еще чего-то. Вдруг понимаешь, этот цикл может быть с 28 до 35, у кого-то они могут быть шестилетние, у кого-то может быть там больше-меньше. Мало ли, Аруша такой цикл целый, семилетний он им рассказал, ведет каждые 7 лет, называет одним словом, что у вас похоже. Ну, самурай. Ну, самодур. Буддист, когда путь. То есть нет такого у вас? Нет. Каждые 5 лет что происходит? Каждые 5 лет остается 3 года до чемпионата мира по футболу. Вот, например, так. Два раза 5-5 лет в Дорговских северах. А пионерия вспоминается как-то вообще? Меня выгнали из пионеров в 4-м классе, так что вы не можете вспомнить. Вот, меня не выгнали из пионеров, но пионерия тоже мало вспоминается. Пионерия мне хватило, комсомольцем я уже не был. Вот, я помню, как мы сжигали пионерские калфуки в лагере. Это было круто, они синтетические, горели в лагере. Они вот так вот, наверное, так. Пионеры пели, трещали. А вы довольны тем, как артисты репетировали пьесу? Я вообще доволен. Я сейчас работаю спеши и поймаю на проекте «Господин Хороший». У вас меня? Радует с ним работа. Да, великолепно. Они, в отличие от многих людей, например, журналистов или писателей, которые отличаются линией артистов, у меня оказались на удивление организованными и собранными людьми, не зная то, что они умеют и расслабиться, и выпить, и сделать вид, что они вообще никогда ни на что не способны. Например, репетировать, что там, приходят эти корпоративные мероприятия, три раза они уже собирались. И сегодня, сейчас у меня, сейчас восемь, они на сцене. Понимаете, да, что так музыканты, так корпоративы не репетируют. Поэтому, я думаю, и действом получится хорошим, отличающимся большинством подобных мероприятий. А денег явно меньше, чем манер. Ты что, банкир? Ты русский пионер. Вот так при встрече делаешь культяпкой, гордясь своей дурацкой красной тряпкой. Что-то ты, приятель, расходился, слюнёй брыжешь. Я? Возьми, уприте. Я, между прочим, галстуком гордился. А режиссировали вы или Максим Литарганов? Я режиссировал в основном. Нет, они расставились, они как два актёра прошли, под пониманием того, что они там делают. В общем, это такая, ну, вы увидите, это режим, такой, фактически, читки, театрализованной читки пьесы. Великолепный пьеса Андрея Орлова. Застоп. Застоп. А давайте пожелаем что-то. Я не знаю. Чё, если пять лет? Ну, пять лет только для кота, по-моему, такой взрослый возраст считается. Ага.